Добрый день, уважаемые зрители телеканала Управда ТВ. Вы смотрите рубрику «Пресс-ботва». С вами ее дотошный обозреватель Антон Картошкин, и сегодня я расскажу вам, на мой взгляд, наиболее интересные статьи, репортажи и заметки, которые за прошедшую неделю подготовили журналисты печатных и электронных СМИ издательского дома «Ульяновская правда». Начинай свой обзор с популярного еженедельника «Народная газета». На одной из полос газеты поднимается тема второй жизни старых смартфонов и планшетов. По словам экспертов, вышедшие из мода смартфоны можно использовать как навигатор или видеорегистратор в автомобиле. Также, если установить в гаджет специальное приложение, он может стать пультом от телевизора. А еще телефон может работать в качестве музыкальной колонки или будильника. Старый планшет и вовсе легко переобувается в телевизор для кухни. Что еще можно придумать со старой техникой – подробнее на страницах издания. Многие корпоративы из-за пандемии в этом году пройдут в онлайн-формате. Диджей и аниматоры могут развлекать гостей даже по удаленке. Средняя продолжительность такой электронной вечеринки – около двух часов. Специалисты, однако, уверяют, что максимальное время, когда человеку будет интересно подобное развлечение составляет до четырех часов. Затем концентрация внимания снижается. Что входит в развлекательную программу, подробнее в материале «Корпоратив на диване». Рядом колонка, посвященная красной икре, которая остается неизменным атрибутом новогоднего стола из года в год. Выбор на рынках и в магазинах огромен. И главный вопрос накануне праздника – как купить икру и не ошибиться. По мнению диетологов, покупая икру, следует обращать внимание на дату производства. Качественный продукт, как правило, производится в те месяцы, когда рыба семейства лососевых идет на нерест – с середины мая по октябрь-декабрь. Покупать лучшую икру, произведенную на Сахалине или Камчатке. Рекомендуется суточная норма потребления икры – всего 50 граммов. Столько ее могут есть и дети. Икра содержит много белка, формирующего мышечную ткань и укрепляет иммунитет. Кроме того, она содержит витамины группы В, витамин Д, А и Е, фолиевую кислоту, а также кальций, йод, марганин, железо, фосфор, натрий и калий. С наступлением последнего календарного месяца года газета подвела итоги. Каким запомнится 2020 в истории и фотоснимках – смотрим на страницах издания. Народка напоминает о конкурсах к юбилее газеты, которые мы будем все вместе отмечать в начале января следующего года. Если вы хотите выиграть ценные подарки и призы от любимой газеты, спешите принять участие в разнообразных творческих испытаниях. Подробности на страницах газеты в разделе «Отметим вместе». Как обычно, не забываем про телепрограмму нашего канала, которую вы всегда найдете на страницах любимой газеты. Журналист издания «Ульяновская правда» Кирилл Шевченко рассказывает о молодежном саммите БРИКС, прошедшем в Ульяновске с 29 ноября по 2 декабря. Здесь же на передовице Олег «Долгов крошечной заметки» рассказал о том, что более 7 тысяч жителей Ульяновской области приняли участие в географическом диктанте. Подробнее об этих и других событиях на страницах общественно-политического еженедельника. Журналистка газеты «Родина Ильича» Екатерина Афанасьева на передовице издания рассказывает про ученика 11 класса Тетюшской средней школы Илью Запасных, который получил областную премию «Лучшая школьная работа» за серию исследований по изучению истории, культуры, жизни и быта поволжских немцев. Подробнее на страницах районки. Журналист еженедельника «Старомайнские известия» Саша Артемьева рассказывает о районной елке желаний. Жители района, несмотря на существующую реальность и меры ограничения, ощущают приближение Нового года, который никто не отменял. В магазинах идет торговля новогодними украшениями, окна многих сельчан уже засветились разноцветными гирляндами. А в регионе стартовала акция «Елка желаний». Подробнее об акции на страницах еженедельника. На передовице газеты «Новое время» Базарно-Сызганского района сообщается об учениках Базарно-Сызганской школы номер один, порадовавших медицинский персонал районной больницы открытками, которые изготовили своими руками и наполнили теплом, а также добрыми словами. Газета «Канаж» на чувашском языке поздравляет с 55-летним юбилеем председателя Ульяновской областной чувашской национально-культурной автономии, руководителя комитета по национальным вопросам УНФ Ульяновской области, вице-президента Всемирного Чувашского национального конгресса, заслуженного работника культуры Чувашской республики, редактора чувашской телепередачи «Эдкер» Олега Николаевича Мустаева. Читателям предлагается познакомиться с юбиляром поближе. Традиционно спортивные новости региона узнаем со страниц еженедельника «Чемпион». Александр Агапов радуется за ульяновских рукоборцев Зуфара Тазидзинова, Дмитрия Тагильцева, Даниила Павлушина, Илью Фомина, Артема Власова и Дамира Шарафудзинова, которые привезли полный комплект наград с чемпионата ПФО в Нижнем Новгороде. В активе наших земляков два золота, серебро и бронза. Также Агапов сообщил о том, что в начале этой недели ведущие лыжники области вернулись тренировочных сборов. Интригующие подробности в заметке «Слыжни в баньку». Об этих и других спортивных новостях подробнее на страницах издания. Журналист информационного портала «Управда.ру» Мария Сидорова встревожена тем, что в России может возникнуть дефицит импортных игрушек накануне Нового года. Импортеры не успели вовремя ввести в страну необходимый объем товара. На протяжении нескольких месяцев завода стояли. После того, как их работа возобновилась, страна начала делать поставки в другие регионы по квотам. А не исходя из того, какой объем продукции требовался покупателю. Вопрос, что делать, остается открытым. Журналистка Елена Шичкова пообщалась с ульяновскими модниками на тему, в чем встречать Новый год, чтобы задобрить металлического бычка. Самая главная ночь года, когда исполняются заветные желания и случаются чудеса, приближаются. С учетом сюрпризов, которые нам преподнес 2020, понимаешь, что провожать старый год и все проблемы нужно усиленно. Тут любые средства хороши, лишь бы максимально эффективно привлечь удачу. Как говорится, встречает по одежке. Информационный портал Меди-73 рассказывает о старте декады «Любезное мое Отечество». Цикл мероприятий с 1 по 12 декабря будет неразрывно связан с именем историка и прославленного писателя, уроженца Симбирской губернии Николая Карамзина. Заместитель министра искусства и культурной политики Ульяновской области Алена Корчагина рассказала, что запланирован международный театральный фестиваль «История государства российского отечества и судьбы», Карамзинская ассамблея, Всероссийская акция «Музей для всех» и региональная акция «Историческая ночь». Эти и многие другие новости читайте на страницах наших изданий, а также на информационных порталах «Улправда.ру» и «Меди-73». Районные газеты доступны по подписке, городские газеты и журналы можно приобрести в киосках Роспечати или также оформить подписку с удобной доставкой до почтового или абонементного ящика. С вами был неизменный обозреватель пресс-ботвы Антон Картошкин. Для свежего схода грядки нескучных новостей через неделю.